Здравствуй зритель, меня зовут Деквин и это 39 выпуск дневника игрока WoW, в котором я расскажу про альтоводство и ожидание пятого дополнения к игре Warlords of Draenor. Проект Клон Деквин, дворф-охотник, созданный на сервере Moonglade на второй вечер моего пребывания в Азероте, был моим главным персонажем 4,5 года. Большая часть самых ярких воспоминаний об игре связана с ним. До Миссов Пандария именно на нем складировались ачивки, маунты и титулы. В его ивентаре лежали обе легендарки, которые мог носить охотник, это Лук Торидал и Меч Громовая Ярость. Его стойлы были забиты редкими охотничьими питомцами и ходил он в раритетном Т3 из Старого Накса, ну конечно купленном на черном аукционе Пандарий. И все это добро пылилось на полумертвом Нордрасильеву, на которой я трансвернулся в 2011 году. Когда по сети прошла новость о том, что за предзаказ варлордсов Дренор дадут возможность бустить одного персонажа, то я задумался. Ну правда ненадолго. Мысль пришедшая в голову была немного странной, но тем не менее. Я решил клонировать своего мейна для рейдинга в Дреноре, ну и конечно речь шла не о полном клоне, потому как играть я планировал с К1 и дальше, то есть раса могла быть только Ордынской. Да, может быть имело смысл сделать персонажа нового класса, но дело в том, что из тех классов, которые я пробовал, мне действительно понравились только маг и друид. Да, был монах 90 уровня, который мог сдать вполне приличный урон, но я понял, что мили ДД это не мое. Рейндж ДД намного проще в управлении, как по мне. Остальные классы, которые я пробовал, это Паладин, Рыцарь Смерти, Воин, Лог, Шаман, как-то не произвели впечатление настолько, чтобы рольнуться в них надолго. Последним аргументом пользы клонирования стало то, что я уже давно про себя решил, ролиться в другую фракцию Деквин не будет. Да, я знаю игроков, которые любят менять некие расы, как перчатки, но мне даже идея смены прически не очень нравилась. Итак, решение было принято, дело оставалось за малым выбрать расу и пол персонажа. Выбор был, в общем-то, небольшой. Я уже не раз говорил о том, что большинство сочетаний раса пол среди ордынских народностей мне не нравилось. Разве что таурены-мужики, бладельфийки и гоблины. Пандары мне тоже были симпатичны, но не настолько, что бы. В конце концов, я остановился на гоблинах. Почему? Я люблю гоблинов. Во-первых, потому что они любят барышить. Во-вторых, у них развитое чувство юмора. В-третьих, они прирожденные инженеры-затейники. Так что вопрос был решен. Ник Деквин на «Вечной песне» был зарезервирован еще осенью 2009-го, когда я впервые планировал трансфер на ру-вкладку. С этим проблем не возникло. Прокачка до 60-го заняла около полутора дней плейд, чистого времени, и попутно были закрыты несколько локаций в общий зачет методостижения «Хранитель мудрости». Буст до 90-го занял меньше минуты. Предварительно были выбраны две профессии. Конечно же, первой была инженерия, а другой – алхимия. После этого стала задача максимального копирования свежеиспеченного ханта и подготовка его к активной игре в Дреноре. Копирование подразумевало сбор инженерских схем, поимку редких питомцев и фарм-сета. В этом отношении интересен факт. Зайдя в огненные недра за Т1, я полутал с Гедона на руч, а еще раньше мне выпала схема робота Беймалати, которую в свое время я купил за несколько тысяч на горду. В отношении питомцев тоже были успехи. Были пойманы скол, гондрия и аркту. Ну а благодаря регулярному паровозингу с К1 из четвертого квартала осады Аргримара было вынесено все, что только можно. Все токены, лук и кольца. Разве что не хватало каких-то тринкетов. Парные клинки Азенота. Целенаправленно коллекционировать легендарки я начал после того, как мне упал первый на руч искателя ветра. Парные клинки Азенота я считал, и продолжаю считать, самым красивым легендарным оружием в игре. До сих пор. Помню, как впервые увидел их в Стальгорне на каком-то ночном эльфе. К сожалению, я не играл теми классами, которые могли бы его носить. Такой персонаж появился у меня только в Пандарии, и им был монах Фунакоши. Клинок для левой руки, оффхенд, выпал на пятый заход Черный Храм. Водушевленный успехом, и зная, что бог Рола ко мне благосклонен, я начал ходить туда регулярно. На где-то 33-й ран упал еще один оффхенд. Фарм второй Глейвы затянулся больше, чем на год. В конце концов она выпала, и тут был один ироничный момент. За неделю до того, когда Мейнхенд таки упал, я таки решил обзавестись благословенным медальоном Карабора, жерельем, которое телепортирует владельца к ходу Черный Храм. Для того, чтобы получить его, нужно выполнить довольно длинную цепочку заданий. По крайней мере, тогда это надо было сделать. Раньше большая часть этой цепочки была тем самым атюром, который давал доступ в Черный Храм. В ее составе было несколько заданий, которые было нужно выполнить в более ранних рейдах БК, Змеином Святилище, Горехи Джал и Крепости Буря, а также в некоторых инстанциях на 5 человек. А, кстати, цепочка понравилась. Одно дело, когда ты просто заходишь в инстанция, а другое, когда тебя подводят к ходу через сюжет. И вот, получив медальон, я сразу же выбиваю вторую Глейву. Вывод? Если долго ходите в Черный Храм, сделайте квест на медальон. Вам тут же упадет недостающая Глейва. Ну, шутка, конечно. Статистика показывала 58 киллов Эллидана. Конечно, фарм получился долгим, но все же не таким, как у негодовых. Но во входе народ глаголил про одну выпавшую Глейву после более чем 100 киллов. Кто-то про неудачные роллы рассказывал, причем конкурентами были маги и варлоки. А на Набклабе один парень рассказал про 17 оффхендов после трех лет фарма. Говорят, что фарм – дело нудное и долгое. Что сказать? Во-первых, монах в доспехах и с оружием с более-менее приличным айлевелом пробегал в инстанциях за полчаса. Если при этом я не висел в тимспике с ребятами, то включал какую-нибудь музыку или, скажем, ролик на ютубе. Во-вторых, после такого забега в кошельке оседало около 300-500 золотых от продажи барахла, всех расцветок, а также сумок. Тканью в черном храме падало много, и чем больше, чем ближе к финалу. Был шансы на то, чтобы выбить рарный боя Эпик. Мне, например, упал поющий хрустально кованный топор, который я продал за 8000 золотых. Сет парных клинкова Зенота стал последней рандомной легендаркой моей коллекции. На излете дополнений миссов Пандарин на аккаунте было 5 легендарных предметов, не считая двух плащей, которые я, в общем-то, за легендарки не считал. Лук Торидал Звездная Ярость был выбить скилл Жадена с первого раза. Наруч с Гедона выпал в первый соло-забег в Молтенкор, а второй через полгода. Правда, громовая ярость выглядит на Хантедворфе чуть ли не по размеру. Ну, так, не очень по размеру. Око Сульфуроса для Паладинки упало на 14-й забег. Ну, а за Касарским посохом Гнев Дракона Вечной Погой Торисгосы ходил почти 4 месяца всем статиком. Но это уже гарантированный дроп всяких там углей с боссов. В ожидании Дренора. Анонс дополнения Варлордсов Дренор осенью 2013 года произвел, мягко говоря, неоднозначное впечатление. Главным образом это касалось сюжетной подводки к событиям дополнения. Горош, который бежит в альтернативный Дренор, да еще совершает путешествие во времени, это был явный перебор. Горош не изменял прошлого нашей линии времени. Возвратившись в прошлое на примерно 35 лет назад, он создает альтернативную линию времени, события которой никак не влияют на нашу. С нашей все в порядке. То есть, конечно, не совсем, потому как пакт крови, вторжение пораженных проклятием орков в Азерот, разрушение Дренора – это не есть желаемый порядок вещей. Смысл в том, что действия Гороша не приводили к изменениям в нашей линии времени. В созданной альтернативной реальности Горош предотвращает порабощение орков легионам и объединяет кланы. Пользуясь технологиями, привнесенными из будущего, он создает Железную Орду. Более того, он строит темный портал. Новый темный портал. Теперь врата выполняют функцию не только межпланетной транспортировки, но еще и машины времени. И теперь Железная Орда готовится вторгнуться в настоящее нашей линии времени. Темный портал на нашей стороне начинает светиться красным, а не ядовито-зеленым. И из него в Азерот начинают проникать орки расово-верной Железной Орды. Желание Близзард как-то отметить 20-летие франшизы и 10-летие выходовов было понятно, но все же можно было сделать это каким-то более-менее изящным способом. Звучало это все как бред сивой кобылы, вызывало вопросы, а какую такую забористую траву курил Мэдсен с творческим отделом. Анонсированные нововведения тоже вызывали неоднозначную реакцию. Гарнизон, как еще одна плоскость развития персонажа, выглядел неплохо, но ветераны помнили о том, что презентация на Близзконе это одно, а реализация это совсем другое. Что однозначно радовало тогда то, что как выглядели локации. Сама идея вернуться в Дренор, откуда есть пошла Орда, была интересной и здравой идеей. Забегая вперед, скажу, что и сами локации, и истории в них рассказаны, и получились очень даже ничего. Потом, позже, уже когда вышли хроники, то история Дренора до катастрофы была расписана настолько хорошо, что я даже пару раз возвращался в этот контент, чтобы посмотреть все на месте. Я тогда опубликовал немало материала по дополнению, но смотрел на все это без особого энтузиазма. Как и Туманы Пандарии, вожди Дренора были большим сайт-квестом, который мало что добавлял к истории самого Азерота и главного конфликта. Конфликта, войны между народами Азерота и Пылающего Легиона. Как бы то ни было, вожди старой Орды, которых мы встречаем в альтернативном Дреноре, это не персонажи нашей истории. Так как потом выяснилось, большинство из них никак особо не влияли на сюжет самого дополнения. Проще говоря, мой энтузиазм ослабевал, и интерес к игре понемногу начинал тухнуть. Повторялась история 2011 года, когда я просто устал от проекта. В конечном итоге, Warlords of Draenor стал дополнением, в которое я играл не так много. Впрочем, это история для другого выпуска. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вам есть что вспомнить, отписывайтесь в комментариях. Если вы новый зритель, подписывайтесь на канал, потому что продолжение серии Дневника Гороковов будет еще. Спасибо за внимание. С вами был Деквин.